Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Мария Бодрова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас ароматный и приторно-сладкий выпуск. Название этого продукта переводится как «магические чары». Он – обязательный элемент в рационе космонавтов. Еще со времен Древнего Египта продукт, о котором пойдет речь, выступал в качестве валюты. А средневековые монахи-алхимики предполагали, что он – жидкий вариант философского камня и эликсира бессмертной жизни. Страна-чемпион по производству продукта – Китай. А вот самый дорогой делают в Израиле. Один килограмм сладкого лакомства там может стоить больше 10 тысяч рублей. А все потому, что медоносных пчел кормят экстрактом элеутерокока, эхинацея и других растений с мощными иммуностимулирующими свойствами. Как вы уже догадались, речь пойдет о цветочном меде. На что стоит обратить внимание, изучая упаковку, и можно ли покупать мед на рынке? Мы начинаем. Мед или просто янтарная субстанция? Какие же правильные пчелы делают правильный продукт? И как можно проверить мед в домашних условиях? Разберемся вместе с вами. Это сладкое слово – мед. Один из древнейших продуктов. Его вкус был известен первобытным людям, которые научились разводить пчел в домашних условиях. В Древнем Риме мед использовали в качестве валюты. В обмен можно было что-то купить или погасить им штраф. Лакомство ценили и египетские фараоны. При вскрытии могилы Тутанхамона была обнаружена амфора с медом. Причем вкус продукта не изменился в худшую сторону. В течение времени, напротив, мед был абсолютно свежим. До сих пор мед пользуется огромным спросом. А среди многообразия сортов одним из самых популярных считается мед цветочный. Узнаем у самарцев, на что они обращают внимание при выборе продукта. Так как у нас своя собственная пастик, я знаю, какой хороший мед. Обязательно в магазине он должен быть засахаренный. Он никогда жидким не будет. Это мой первый совет. Но когда вы выбираете жидкий мед, то это только в сезон, когда только его качают. Но есть, конечно, исключения жидкие сорта меда, но у нас их нет. Это на юге, это акации мед, все другие. Ну, который загустел осенью, это считается самый правильный мед. И лучше лифа выбрать. Он от всех болезней. Для того, чтобы приготовить всего 100 граммов меда, пчелам необходимо облететь 100 тысяч цветов. Представьте, какая работоспособность. Этот продукт помогает справиться с простудными и даже аллергическими заболеваниями. А еще помогает прийти в себя после бурного вечера. Съешьте бутерброд с медом и быстро восстановите силы. Чтобы понять, какое лакомство не разочарует, возьмем на пробу три варианта трех разных производителей. Героями нашей сегодняшней программы станут торговые марки Дедушкин Улей, Дольче, Альбера и Таежный Дар. Расставим их по алфавиту согласно названиям. Присвоим каждому номер от одного до трех. Напомню, весь представленный в линейке мед цветочный. Испытаем и в завершении узнаем, кто же окажется победителем программы. Сохраняйте чек. Жидкий мед бывает в течение месяца после медосбора. Этот процесс длится с июля по конец сентября. В октябре весь собранный мед начинает кристаллизоваться и густеть. Так что если на рынке вам предлагают купить жидкий мед, скорее всего он разбавлен глюкозным сиропом. А вот засахаренного меда бояться не стоит. Чаще всего это происходит при не совсем правильных условиях хранения данного продукта. Если мы видим такой продукт на полках, безусловно он пригоден к употреблению. Он не вреден, но возможно где-то температура была пониже. И что вызвало кристаллизацию сахаров в нем содержащихся. Цвет меда всегда однородный и прозрачный. Если на донышке муть и небольшой осадок, оставьте подделку продавцу. Консистенция должна быть вязкой, тягучей, но не густой. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Не так давно во Франции произошел забавный случай. Там на пасеках появился голубой мед. Дело в том, что пчелы повадились летать к местному заводу, который производит известные разноцветные конфетки и лакомится шоколадными отходами. С тех пор производители пообещали пчеловодам хранить все шоколадные отходы в недоступном месте. После этой забавной истории мы начинаем нашу рубрику «Глубоко субъективные тесты». Если вы берете мед в магазине, то информации на этикетке поживиться возможности не будет. Там, как правило, указана пищевая ценность, срок годности и изготовитель. Поэтому мы решили тестировать мед в домашних условиях всеми возможными способами. Вариант первый – капнуть йод. Если раствор посинеет, то в продукт добавлена крахмал и мука. Все участники показали себя хорошо. Самый дешевый способ – растворить мед в воде. Наполните наполовину стакана, настоящий мед растворится без остатка и образует потемневший раствор. Минус второму участнику. Определить, разбавленный мед или нет, можно, нанеся его на бумажный или газетный лист. Если он растечется и вокруг капли появится пятнышко влаги, вода присутствует. Натуральный мед влаги не выделяет. Плюсы всем конкурсантам. По преданию, Демокрит прожил 107 лет. И, кстати, в последние дни жизни, отказавшись от пищи, употреблял, вернее, вдыхал именно мед из чаши. А известный врач Гиппократ прожил 110 лет и тоже обожал мед. Так что, уважаемые телезрители, ешьте качественные продукты и не забывайте наши советы. Тесты в помощь, но лучше специалиста хороший мед никто не определит. Оценить наших конкурсантов мы предлагаем харизматичному и обаятельному красавцу-мужчине Николай Васильевич Борозняк. Владелец пасеки, где живет 70 пчелиных семей, а в этом году, может быть, уже до 150 ульев. Один древний философ, к сожалению, не помню, кто сказал, он сказал такую глубокую фразу, что как только умрет последняя пчела, после этого человечество проживет еще 4 года. Вот, поэтому пчел нужно беречь, с ними нужно дружить, пользоваться их продуктами. Мы предлагаем Николаю Васильевичу на пробу мед от трех разных производителей. Вот здесь вот мы видим белое вкрапление, это как раз вот кристаллизация глюкозы, которая не вышла на поверхность, и она в массе меда, она делает вот эти белые отложения, которые мы видим. Вот этот мед из этих троих мед, вот этот самый нормальный мед. От цветочного меда должен быть не вот такой вот цвета шампуня, но вот примерно похожий цвет, и более желтый есть, даже белый есть даже, если вот липовый мед, он вообще белесый такой. Вот, и хороший мед, он не стоит долго, то есть еще цветы не цвели, а мы видим вот здесь вот, что мед жидкий, вот, и он такой желеобразный, вот. В нем присутствует уже что-то, что ему не дает кристаллизоваться. То есть отменены те природой заложенные функции у меда, которые меду дают кристаллизацию, глюкоза кристаллизируется, и мед густеет, и в конечном итоге превращается вот в такую вот, такую достаточно густую, плотную массу. Вот, если вот здесь вот написано, что это мед алтайский натуральный, вот, ну, по цвету вот такой мед дает только гречка. Цветочный мед таким вот темным, он не может быть. Потом здесь вот какие-то там вот примеси, какие-то плавают хлопья. Это, конечно, тоже никуда не годится для настоящего меда. Мед всегда должен, он всегда остается однородной массой. Я вот достаточно, что там глянуть на вид, и я сразу говорю, что это настоящий мед или не настоящий мед. Берите всегда засахарившийся мед. Засахарившийся мед, он начинает загустевать уже через две недели, в течение двух недель, вот. И как ориентир, засахаренный мед, его уже сложнее уже добавить в него химию. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Участники боролись за победу, но в лидеры вышел лишь один. Поздравляем победителя! Думаю, теперь вы наверняка сможете выбрать качественный продукт и не ошибетесь в покупке. Главное, не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт. Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!